А потом вы скорректировали этот тюд с детства, как вы нам рассказывали, и забыли. После чего давайте сейчас поговорим про ваш тюд. Вам удалось все-таки сделать коррекцию этюда Александра Дмитриевича, и удалось вспомнить то, что вы сделали в детстве. Но вообще для меня, как человека далекого от задач, это, конечно, нечто невообразимое. То есть, что взять и, в принципе, составить какой-то этюд, задачу, я считаю, что это очень непросто. Тем более, что подкорректировать всемирно известную задачу. Так, давайте, и здесь у вас тоже, и символизм тоже, как у Александра Дмитриевича. То есть, сразу начнем показывать, или у вас еще есть что? Давайте сначала символизм расскажу, какой здесь символизм, тоже интересно. Значит, здесь Наполеон в Москве, сразу видно, да, поле Б-1, и Наполеон, король, значит, на этом поле выседает в кресле, можно сказать. Кстати, называли армию Наполеона Великой армией. Ну, я говорю Великой, в кавычках всегда говорю. Значит, здесь еще что интересно, что мощь русской армии здесь ладья H-1, это пушка, ладья H-1, пушка. Значит, река Березина здесь немножко другая, здесь у нас клон F-4, как раз реку Березину символизирует, это диагональ H-2, B-8. Есть еще партизанские движения, это ладья А-5. Значит, конники Атамана Платова, это кони, конечно, и Чичагова тоже, генерала Чичагова конница тут тоже имеется в виду, и генерала, передовые части авангардные, генерала Милорадовича. Одним словом, здесь несколько шире, как бы, несколько шире, вот именно в связи с партизанским движением ладья А-5. Было очень серьезное партизанское движение, было очень серьезным, в годы 1812, в этом году, да. И был такой Давыдов, который сумел малыми силами, атаковал часто очень армию Наполеона, и всегда успешно практически атаковал. Денис Давыдов, насколько я знаю, довольно интересная личность. Ну, все остальные фигуры изображают армию Наполеона, и то, что двигается один Наполеон, вот это комизм, весь ситуации, что... Один Наполеон бежит, сломя голову, сверкает пятки, как говорится. Это великая армия Наполеона. Хочется сказать, что это волки позорные, какая тут великая армия Наполеона. Хочется почему-то сказать именно так. Да, да, я показываю уже. Первый ход, король... Король h2, король b2. Жаль стим на h2, да, король. Дальше конница начинает преследовать. Конь b2. Конь d3. Конь c4. И конь c5. То есть, такой красивый ход. Белые отдают коня, брать его черные не могут. Потому что на слом бьет c5, последует шаг, король b8 и ладья a8 мат. То есть, это символизирует героизм, да, то есть, я так понимаю, самопожертвование. И здесь у Владимира интересная тоже находка. Король a8 у черных имеется ход. И в этот момент Наполеона могли пленить. Сыграв конь b6, да. То есть, казаки могли на него напасть и ему некуда ходить. Но проспали этот момент. И Наполеон вернулся. И ушел на более безопасные позиции. Что, впрочем, перешел через репу. Что, впрочем, не остановило преследование. Снова героический ход. Нельзя брать коня и золодья a8 мат. После король d8 казаки преследуют Наполеона. Так же, как в этюде Александра Дмитриевича Петрова. До поля h8, до Парижа. И снова король вступает в игру. И все ходы белых строго единственные в этом этюде. Поэтому, мне кажется, исправление очень серьезное. Очень такой этюд получился красивый. Спасибо большое, Владимир. Еще что-то хотите рассказать? Интересно то, что ферзь G4, который тоже необходим. Потому что без ферзя G4 там еще дуаль одна есть. Другой еще выигрыш может быть. А ферзь G4 тут символизирует как раз контрибуцию, которую должна была выплатить Франция. А, и вот она, да? Именно Россия. Теперь уже превращается в ферзь G4 именно в контрибуцию в данном случае. Здесь еще один важный момент. Можно, Роман, поставить перед ходом d5-d6? Да, конечно. d5-d6. Конечно. Сейчас поставлю. Вот этот момент... А где d5-d6 у нас? Когда король, значит... Слон бьет... Король на b7 стоит у черных. Король на b7. Да, вот тут конь c4 ша. Все правильно. И тут, когда берут, слон бьет c5, да. Вот d6 как будто бы кажется, что река... Река же у нас, диагональ h2b8, вроде бы переграждается. Куда-то ушла у меня. Да, да. Куда-то нажали. А вот сейчас... Как будто переграждается река. Но дело все в том, вот в чем скахография, гибкость скахографии в чем. У нас был слон f4, у нас раньше была река, символизировала, значит... Потому что слон занимает эту диагональ. А слон е4 была боевая единица русской армии. В данном случае происходит... Меняются... Символические функции меняются. Теперь река у нас диагональ h1b8, а слон f4 теперь становится боевой единицей русской армии. То есть мы видим тут в овощу, как Наполеон переходит в Березину. Ведь король стоит на b7. Получается, что мы видим в овощу, как он переходит в Березину. Именно в этот момент, в дальнейшем опять слон f4 уже становится, как и раньше, рекой. Да. А слон е4 у нас боевая единица русской армии. Да, вот... Да, интересно про... Насчет контрибуции интересно. Все дело в том, что... Контрибуцию русский, наш русский царь Александр I не стал брать. Часть нашей контрибуции. Была еще контрибуция была и для Англии, и для Австрии, и для Пруссии. Четыре части контрибуции поровну были. Довольно приличная сумма, я сейчас не помню точно. Одним словом, мы не взяли контрибуцию, поскольку была финансовая помощь со стороны Англии. Но показать это нужно было в утюге, что сам факт, что мы могли взять эту контрибуцию... Значит, Австрия и Пруссия не взяла эту контрибуцию, поскольку тоже Англия оказывала всяческую поддержку. Это были союзники, все четыре государства. А почему Англия здесь... Дело все в том, что была война перед этим еще Франция с Англией. И французам было трудно с Англией бороться, потому что у них не было кораблей, которые бы прошли через Ла-Манш в Англию. У них не было флота хорошего. Ну, Наполеон тешил себя мыслью, что когда он победит русских, ну, это, конечно, только во снах у него произошло, тогда он только пойдет и на Англию с помощью нашего флота, может быть, он имел в виду, не знаю. Одним словом, вот такая картина еще вырисовывается насчет контрибуции интересную. Ясно, спасибо. Так, всем до свидания. Следующий ролик будет про... Ну, про другое, да?